Игры, сказки, хороводы, обряды. В музее декоративно-прикладного искусства новая развивающая программа. Малышей приобщают к русской традиционной культуре. Стоит ли записаться? Сейчас узнаем. Со стороны это похоже на обычные занятия в детском саду. О том, что они посвящены русской народной культуре, пока говорят только хороводы, тряпичные куклы и другие экспонаты музея, выступающие фоном. Но программа только стартовала, так что самое интересное впереди. Ну, обязательно будем рисовать, обязательно будут поделки из каких-то природных материалов, желуди, шишки. Будем пазлы какие-то собирать, пальчиковые краски, просто краски. Лепить из теста, из соленого. Дети это очень любят. Главная польза от этих занятий даже не столько в развитии творческих и умственных способностей, хотя это важно, сколько в социализации детей. Сюда приводят тех, кто еще не ходит в детский сад. Малыши вместе занимаются общим делом и впервые познают радости дружбы и общения. А сколько в группе максимально? Максимально, да. Поскольку дети маленькие, у нас должно быть не больше шести человек в группе. Детки занимаются с родителями вместе. Если их больше шести, то мы их будем делить на две группы, чтобы они могли усваивать и всем я могла помочь, подсказать. С детьми здесь общаются так, словно рассказывают им сказку. Родителям такое отношение нравится. И я не заметила, чтобы кто-то уходил недовольным. Найти такие группы, где занимаются с детьми до двух лет или даже до трех, очень сложно. Потому что это очень сложная деятельность, которым нужно индивидуально заниматься. Они маленькие. Сейчас поеду. Мы будем ходить, да? Да. Занятия рассчитаны на годовой цикл и проходят по средам в 11 часов. Стоимость разового посещения 600 рублей, месячного абонемента 2000. Записи, дополнительная информация на сайте музея декоративно-прикладного искусства и по телефону.